Госдума во вторник сразу в трех чтениях приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. Основной акцент сделан на запрете продажи и рекламы вейп-продукции среди несовершеннолетних. Как изменится от этого индустрия и стоит ли ждать существенного подорожания вейпов, об этом Дарья Леонтьева. Согласно принятому закону, несовершеннолетним теперь запрещено продавать вейпы и любые ароматические жидкости для них. Ранее это касалось только тех, что содержит никотин. Кроме того, теперь нельзя демонстрировать вейп-продукцию на витринах. Баночки с жидкостями тоже следует убрать из зоны видимости, рассказал продавец одного из московских вейп-шопов, с которым я поговорила под видом клиента. Жидкости не хотят. Вот они уже давно были в закрытом положении. Это же их просто так с улицы никто не увидит, это никакая не реклама. Люди приходят, спрашивают, есть? Есть. А цены вырастут из-за этого? У нас лично на устройство цены ставит сам производитель. Мы не завышаем, не понижаем. Ну, можно понизить только в случае каких-то акций. Но цены строго устанавливают производители. Мы не решаем цену. Единственное, что поджидкость у нас меняется в цене. Потому что акцизы, плюс есть еще и импорт, накидываются сверху. Те представители индустрии, с кем нам удалось пообщаться, пока не готовы сказать, насколько из-за закона могут подорожать вейпы. Говорят, что сперва следует понять, какой будет правоприменительная практика. Что же касается продажи вейпов несовершеннолетним, то детям в легальных магазинах их и так не продавали, рассказал мне продавец одного из вейп-шопов. Ну, нам же понятно, что нужно проверять там паспорт, проверять, не продавать ее несовершеннолетним. То есть, если не было такого, что нельзя продавать без никотина, то в любом случае продавец будет не отсутствовать. Жидкость без никотина без несовершеннолетним. Это же все равно, это же жидкость. Табак, так или иначе. Еще одним ограничением стало установление минимальной цены на продукцию, содержащую никотин. Ее должны определять производители. Реклама вейп-продукции теперь тоже будет ограничена. По словам Петра Толстого, последуют и другие шаги. В том числе будет ужесточена ответственность за нарушение закона. Среди предложений полная остановка выпуска и продажа жидкостей с ароматизаторами и добавками, которые усиливают привыкание и очень популярны среди подростков. По мнению законодателей, это позволит снизить привлекательность продукции для несовершеннолетних. Однако основная проблема, с которой надо бороться, это нелегальная интернет-торговля, с помощью которой школьники, как правило, и приобретают запрещенную продукцию. Считает президент Ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» Лев Григорьев. Самый большой канал уступления продукции и лейпинга, и любой другой для подростков, это интернет-торговля, запрещенная федеральным законом 15, с 28 января 2020 года. У нас дикое количество сайтов, более 2,5 тысячи, которые нарушают федеральный закон, торгуются дистанционно на каких-то удержащихся продукциях и сигаретами в том числе. Здесь абсолютно отсутствует контроль в области, и это для подростков является самым доступным каналом. По данным консалтингового агентства «Неоаналитикс», рынок электронных сигарет последние годы растет на 20-30%. Объем продаж жидкости для вейпинга и электронок составляет около 40 миллиардов рублей в год.